шалом уважаемые дамы и господа одна из причин почему я люблю своего старшего сына потому что он сразу отвечает мне на телефон я звоню он сразу отвечает конфликт который называется отцы и дети очень актуален те в кого мы вложили свою жизнь ради кого мы в принципе живем как дети которых мы взлели за которых мы горой стояли вдруг на каком-то этапе уже не такие покладистый часто оставляют нас на втором плане самом лучшем случае иногда и на третьем на четвертом мы пытаемся каким-то образом участвовать в жизни но они говорят но 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 папа я уже взрослый мама я уже стала взрослой чё ты вмешиваешься они часто не понимают нас как я помню я не понимал никогда почему мои родители не спят ночами когда я задерживаюсь когда был еще в той молодости которая была мы не понимаем их они не поменяют нас и в какой-то момент мы открываем книгу великую книгу жизни которая называется Тора книга Таилим 128 псалом ур-эваним леванеха шалом аль-Исраэль и увидишь сыновей у сыновей твоих шалом над Израилем этот стих вызывает вопрос и увидишь сыновей у сыновей твоих то есть внуков своих шалом над Израилем какая связь непонятно один знаменитый раввин из грузии хахам рафаэль объясняет это что пока наши дети не увидят своих сыновей и они не столкнутся с тем же поведением они никогда не поймут нас то есть мир над Израилем мир между нами и детьми будет тогда на том отрезке времени когда они увидят эту же проблему у себя и тогда они поймут все эти слезы все эти переживания чего это вдруг папа переживает я уже взрослый но для того чтобы сегодня мы поняли их давайте вспомним тоже себя как мы вели себя по отношению к родителям но вопрос более глобальный и на этом вопросе держится вся тор написано в последнем пророке израиля вот вы открываете книгу тонах знаете такую толстую книгу самый последний пророк его имя малахи и он завершает фактически весь цикл письменной торы такими словами вот я посылаю к вам пророка или я у перед днем господним великим и грозным и вернет он сердца сыновей к их отцам и сердца отцов к сыновьям их дамы и господа это приход машиах приход машиаха зависит от вот этого смирения от нахождения гармонии мира между родителями и детьми смотрите это не случайно поэтому царь давид который в принципе и является родоначальником машиаха машиах будет из дома давида пишет в таилим такие слова и увидишь ты сыновей у сыновей твоих шалом над израилем шалом над израилем над всем народом и соответственно над всем миром будет тогда когда придет пророк ильяу придет машиах и вернуться дети к отцам и отцы к детям и сегодня можно приблизить это ускорить приход праведного машиаха когда мы сможем найти ключ к нашим детям а они соответственно смогут найти ключ к нашим сердцам и это может способствовать тора которую мы изучаем который они изучают уважают и тем самым приближают мир над израилем и над всем миром дай бог чтобы вот эта гармония между нами и нашими детьми была сильной прочной и постоянной шалом шалом и и